Ну, кратенько о том, что Архангельская область – крупнейший по площади субъект в европейской части России и крупнейшая область в Европе. В состав входит Арктическая зона, Новая земля, земля Франца и Иосифа, районы северные наши, также город Архангельск, Новодвинск и Северодвинск. И примерно практически 30% населения Архангельской области – это население Арктической зоны Российской Федерации. Решающим фактором становления телемедицины на северо-западе России стал европейско-норвежский проект телемедицины на северо-западе России, который продолжался с 96-го года по 2002-й. Его целями были улучшение возможностей для общения и именной информации между медицинским персоналом Норвегии и России и также на территории Архангельской области. Обмен знаниями и компетентностью при помощи простых стандартных технологических решений. Активное участие приняла детская областная больница. Если по данному слайду смотреть, что мы начали… Создался центр у нас в 2004 году, он создался как отдельный центр. То детская областная больница принимала участие с самого начала, с 95-го года. Это один из наиболее продолжительных и успешных проектов Баренцева сотрудничества. И одним из показателей его успеха является деятельность, начатая в середине 90-х годов, и которая не прекратилась с окончанием проекта, а продолжается до настоящего времени. Вот так выглядели консультации, которые мы проводили в 2006 году. Да, видно, что задействована только территория арктической зоны, это север, и два наиболее удаленных города на территории Архангельской области на юге, которые находятся. Так, секунду. Это в 2006 ситуация. В 2019 году ситуация совершенно другая. Количество консультаций, которые относятся к арктической зоне, количество увеличилось. И юг, смотрите, весь стал тоже активно пользоваться телемедицинскими консультациями. Ну, основные аспекты нашей деятельности на слайде видно. Диагностические и лечебные проблемы, решение организационных вопросов, госпитализация, диспансерное наблюдение, аттестация врачей, система непрерывного медицинского образования и обучающая функция. Пандемия коронавирусной инфекции обусловила взрывной рост потребностей в цифровых услугах. Врачи столкнулись с беспрецедентной нагрузкой, и цифровые решения, способные ее облегчить, стали актуальными, как никогда. И за последние 10 лет количество телемедицинских консультаций мы видим, что выросло как по области, в целом это синий график, так и консультации, которые мы проводим с федеральными центрами, когда мы консультируем своих детишек, которые находятся в нашей больнице или на территории Архангельской области. Тут уже данные за 2020 год. В сложившейся эпидемиологической обстановке, когда были введены жесткие ограничения на физические контакты между пациентами и медицинским персоналом, а очные приемы и консультации были временно ограничены, телемедицина для нас уже была явлением обыденным и повседневным. На графике видно, что динамика консультаций стала молниеносной, и в конце марта стали расти объемы телемедицинских консультаций. Ну, здесь май немножко упал, но там много очень праздников было, поэтому, может быть, за счет этого. И востребованность телемедицинских консультаций специалистов именно нашей детской областной больницы, это все данные только по детству, в период коронавирусной инфекции с февраля к ноябрю выросли в 1,3 раза. Но дальше хотелось бы остановиться на конкретных примерах успешного оказания услуг с помощью телемедицинских технологий. Вот рассмотрим несколько примеров. Пациентка к нам поступила в детскую больницу в возрасте 10 месяцев из Наринмара. Первичное обследование в возрасте 4 месяцев было также у нас проведено, и было выявлено образование правого надпочечника. Идохогенность, четким контуром, и вероятнее всего кровоизлияние. Сделали компьютерную томографию органов брюшной полости, также подтвердили объемное образование надпочечника, но данные из-за кровоизлияния сомнительные. То есть основной диагноз как бы не поставлен, рекомендовано ребенка оставить под наблюдением с УЗИ-контролем. В возрасте 6-8 месяцев выполнен УЗИ-контроль структуры и размеры образования без динамики. Соответственно, через следующие два месяца сделали. Образование уже стало гиперэхогенным, объемы, размеры его увеличились, стал нечеткий гиперэхогенный ободок. При СДК кровоток регистрируется как по периферии регистрируется, внутри не регистрируется. Тогда же в октябре месяце была проведена телемедицинская консультация с онкологом детской областной больницы и рекомендована госпитализация для дообследования оперативного лечения. В процессе обследования в детской областной больнице был установлен диагноз нейрогенной опухоль права почечника первой стадии. Проведена была химиотерапия и оперативное лечение. Это было в 2015 году оперативное лечение, закончено в последующем до настоящего времени, до ноября, как мы видим. Ежегодно проводились телемедицинские консультации для динамического наблюдения. В ноябре 2020 года последняя госпитализация к нам была проведена. Водорост ребенка уже 6 лет 10 месяцев. Данных за рецидив опухоли и поздное осложнение химиотерапии не выявлено. Следующий пример. Мальчик 2 года 9 месяцев к нам поступил, также из Наринмара. Первично он обратился к ортопеду по месту жительства. В конце мая с жалобами на боли в правой голени и хромоту при ходьбе уже в течение 2 недель. Травмы не было. Выполнены рентгенограммы. По рентгенограммам и по КТ признаки объемного образования правой голени. Вот видим на картинках. На КТ уже переостальные наслоения, выявлены, на которых на КТ на рентгене незаметно. По данным обследования была проведена телемедицинская консультация с нашими специалистами. И после консультации травматолога-ортопеда с учетом пандемии, с учетом всей этой эпидемиологической обстановки была рекомендована по срочным показаниям госпитализация в травматологическое отделение. Видим, что через 7 дней он был госпитализирован к нам уже. Еще через 4 дня уже была проведена открытая биопсия костей. В ближайшие же дни было нам гистологическое заключение из нашего онкодиспансера, где установлен диагноз гистецетос из клеток лангерганса. Сейчас у нас все гистологические препараты по федеральной программе консультируются в референс-центре в центре имени Димы Рогачева. И нам диагноз подтвердили. После данного подтверждения диагноза была проведена телемедицинская консультация с центром Димы Рогачева. Рекомендовано начать специальную полихимиотерапию, которую пациент получает в настоящее время. Обратим внимание, что динамика выявленного очага в кости. В июле месяце, в сентябре и в октябре видим, что уже происходит уменьшение размеров образования и дефект кости. В настоящее время симптомов основного заболевания не отмечается. Хромоты нет, боли нет, шаткости нет. Пациент будет дальше продолжать специальную химиотерапию по протоколу, который положено прововодить. Пациент также относится к арктической доне. К нам поступил в возрасте 1 год 10 месяцев. В возрасте 6 месяцев после ревакцинации КДС полиэмилита появилось техомоторное возбуждение и дистонические атаки. С 8 месяцев мама начала обращать внимание на увеличение в объеме живота и на усиление венозной сети на передней брюшной стенке, приступообразной кашель с одышкой. При плановом УЗИ в паренхиме печени выявлены множественные гипоэкогенные участки различных размеров. И в правой доле наибольший участок размером 30 на 20 мм. Он к нам поступил также с жалобами на увеличение в объеме живота, неустойчивый стуль, плохую прибавку в весе, повышенную утомляемость, критическое повышение температуры тела до 39 мм. В общем анализе крови отмечается снижение гемоглобина до 67 г на литр. В биохимическом анализе щелочная фосфатаза повышена и ГГТ. И в динамике также практически без динамики, то есть говорит о том, что страдает печень. АФП – это маркер на объемное образование печени повышенный 64-800 тысячи. Выполнили компьютерную томографию органов брюшной полости. С учетом наличия высоких показателей АФП было сделано предположение о том, что у ребенка гепатобластома. Я постаралась вывести примерно одни и те же срезы на разных фазах, нативные, протальные и венозные. На разных фазах видно, как очаги себя ведут. Он к нам поступил 1 июля, ой, 1 июня, прошу прощения, а 15 июня ребенку уже после всех дообследований была выполнена лаборатомия. Выявлено, что правая доля печени темно-бурого цвета с множественными узлами диаметром 2-3 мм. Правая доля. Гистологически наш онкодиспансер предположил, что у него гепатит с исходом в цирроз или гепатоцеллюлярный рак. Значит, 15 июня операция, 18 июня наша онкодиспансер дал предварительный диагноз, а 19 июня уже через течение суток после нашей гистологии цифровая консультация в центре НИИ Дима Рогачева. И их итоговое заключение – это хронический гепатит, индекс Пакнода ЛЮ-9 балла, степень фиброза по метавир-4. И данных за неопластический, то есть онкологический процесс в пределах доставленного материала обоима не было. Также было дополнительно у мамы узнано, что отец и мать ребенка не ненецкой национальности. Со слов матери, у отца ребенка было 11 братьев, из которых в настоящий момент живы только трое. Все умерли в разном возрасте, и вскрытие не проводилось. Также, со слов мамы, папа худощавого телосложения, но с увеличенным животом, выпирающим пупком и расширенной венозной сетью на передней брюшной стенке. По всем совокупностям и проверенным обследованиям, гистологическая опухоль печени исключена. Но по данным обследования, портальная гипертензия также исключена. Данных, перенесенная паразитарная инфекция или токсического гепатита, остается диагноз этот актуальным. Но у ребенка персистирует повышенный уровень АФП. Если сразу же после операции он чуть-чуть уменьшился, до 48 тысяч, если было 64, то в динамике он увеличился до 72 тысяч, что все равно требует проявления онкологической настороженности. Но дальше были умозаключения наших докторов, различные консилиумы, которые по совокупности всех представленных данных за счет увеличенного живота, за счет гепатомигалии, изменения биосимических анализов крови, предположили наследственное заболевание терезинемия типа 1. И вот в июле этого же года была проведена телемедицинская консультация с Российской детско-клинической больницей, заведующей отделением медицинской генетикой Михаила Восьманова Витальевна. И по совокупности данных клиник-анамнестических в течение заболевания сделали предположение, что у ребенка заболевание из группы органических ацидурий или иаминоцидопатии, в том числе терезинемия тип 1, как наши доктора предположили. Это было рекомендовано дообследование. Проведено дообследование, которое подтвердило нам диагноз терезинемии тип 1 через месяц, потому что обследование делается как раз в течение месяца. И через месяц после первой консультации была проведена повторная консультация также с Настаной Витальевной, где она же подтвердила диагноз наш терезинемии тип 1 Рекомендована госпитализация к ним для дообследования, определения, лечения. Ребенок был госпитализирован, в РДКБ подобрали специализирование питания ребенку, лечения. Из РДКБ были проведены телемедицинские консультации с Российским научным центром хирургии имени Петровского, с научно-медицинским информационным центром имени Шумакова. И оба центра подключили, что сказали, что ребенку показана трансплантация печени. И в процессе всего дообследования, и родителей, и мальчика через год, 2 августа 2016 года, ему была проведена родственная ортотопическая трансплантация левой доли печени от матери. В динамике мамы и папы обследования, они носители типа тирозинемии, клинически здоровые. Сестра мальчика, она также клинически здорова, но носитель сквагена не обследована. Но вот на сегодняшний день мальчику уже 7 лет 3 месяца, если поступил год и 10, он получает специализированное лечение, это хранилось и метилпреднизолон. В течение дальнейшей своей жизни он будет получать эти препараты. Вот второй пример тоже. Тут уже девочка, старше 3 года 10 месяцев. Также поступила в 2015 году, в конце ноября. У нее появились повышения температуры, боли в животе, вялость, слабость. 4 декабря у нее выраженный болевой синдром. Мама также заметила, что живот очень плотный и увеличен в размерах. По УЗИ выявлено гепатомигали с очковыми образованиями. К нам поступила после выполненного УЗИ органов брюшной полости с жалобами на боли в животе, увеличение в объеме живота, повышение температуры дофибрильных цифр, вялость, слабость, нарушение аппетита. Гемоглобина у нее понижена до 97, щелочная фосфатаза практически в норме, чуть-чуть у верхней границы нормы. И в динамике она чуть-чуть возросла. Но здесь, смотрите, АФП здесь уже больше 2 миллионов. И в динамике после биопсии у нее к январю месяца уже почти 3,5 миллиона АФП соответствует. По КТ органов брюшной полости также поставили диффузные изменения печени и гепатомигалии. Тоже видим, что явных очагов накопления контрастного вещества мы так не видим. 11 декабря была выполнена лапароскопическая биопсия опухоли. 16-го мы получили ответ из нашего онкодиспансера, что гепатобластома. Но под вопросом рекомендована консультация на центральной базе. Мы получили предварительный референс из центра имени Димы Рогачева. Поставлен диагноз гепатобластома, мультицентрический рост, стадия 3, протекс 4, высокий риск. В 16-го мы получили предварительное заключение гистологии. В 18-го декабря была проведена телемедицинская консультация с МИЦД ГАИ имени Димы Рогачева. Рекомендовано по жизненным показаниям, начиная специальную полихимиотерапию. Тут же в 21-м мы начали. Далее в динамике у нас неоднократно проводились телемедицинские консультации в центре имени Димы Рогачева для совместного ведения пациентки и определения дальнейшей тактики ведения. 21 декабря была проведена повторная телемедицинская консультация, после которой была рекомендована стабилизировать инфекционный процесс в организме девочки и госпитализировать в центре Димы Рогачева для дальнейшего лечения. Девочка была госпитализирована. 25 января, 2 февраля, после уже дообследования в центре имени Димы Рогачева нам как копию прислали официальное заключение дискомагическое, в котором поставили уточнение диагноза, что это гепатотеллярная карцинома, где единственным шансом на выживание ребенка является трансплантация печени. В апреле 2016 года в условиях Российского научного центра хирургии имени Петровского девочке была проведена ортотопическая трансплантация левого латерального бисегмента печени от отца. И в настоящее время пациентка жива, возраст 8 лет 8 месяцев. И получат она также специализированное лечение, которое будет продолжать получать дальше. Еще один случай. Пациентка 2 года. Наталья Алексеевна, я думаю, вы всех убедили. Если у вас это окончание, последний пример, скажите пару слов в заключении. Я тогда быстренько, Лене Александрович, еще так остановлюсь буквально на парочке слов. Вот пациентка 2 годика поступила к нам с тремором, который у нее уже в течение года практически идет. Лечилась неоднократно с осым церебелитом, проводились консультации, ставили диагноз опсоклонус-миоклонус. Это было в 2013 году она к нам поступила. Опсоклонус-миоклонус, лечили ее по неврологической симптоматике. В динамике проводились консультации неоднократно. Рекомендовано сначала было исключить нейрогенную опухоль, которую нам после также телемедицинских консультаций подтвердили в Рогачевском центре. В настоящем после оперативного лечения и химиотерапии в центре имидима Рогачева девочка жива, возраст 9 лет и 10 месяцев, находится под наблюдением лечения неврона. Вот она вот такая маленькая, видим, вот всего маленькая, поэтому она неактивно росла и большой симптоматики ребенку неврологически какой-то другой не давала. Следующий вариант. Там был 2013 год. В этом году, вот совсем недавно, в сентябре месяце, точно такой же случай, только девочка чуть-чуть помладше. Она резко очень ухудшилась, у нее также опусоклонность, неоклонность, госпитализирована к нам, у нее вот такое заднее средостение, такая опухоль. Поэтому резко увеличилась, резко сдавила и резко дала такую симптоматику на неврологическую симптоматику. Проведено оперативное лечение в условиях нашей больницы. В данный момент рекомендовано после телемедицинской консультации с центром Димы Рогачева рекомендовано дообследование, которое проводится только в федеральных центрах. Поэтому в настоящее время девочка по динамическим наблюдениям наших специалистов, на данный момент данных за рецидив опухоли нет. Планируется дальнейшее обследование и потом повторные консультации с центром. Продолжение следует...